Ну а между тем мы можем уже переходить к следующей теме. У нас осталось буквально минут 15 на обсуждении. В принципе, Латвия вступает в Европейское космическое агентство. Обойдется нам это в 3 миллиона евро в год. Очень, значит, СМИ беспокоятся, не слишком ли это ляжет на нас тяжелым бременем и что мы получим за эти деньги, какие возможности. Вот, наверное, на эту тему мы попросим и рассказать нам Пауса Ирбинша, президента, председателя Совета Латвийской ассоциации космической индустрии. Паус, доброе утро. Сегодня, буквально через полтора часа, пройдет презентация латвийской космической концепции на стратегии на 2021-2027 год. Расскажите подробнее, насколько глубоко, насколько далеко, насколько высоко мы в космосе и что это даст Родине? Доброе утро всем. Спасибо за интерес такой к нашей сфере. Если коротко, стратегия в деталях рассказывает, какие направления мы в Латвии будем отрабатывать в сфере космических технологий. У нас страна маленькая, мы сами ракеты строить не будем, но у нас очень много хороших ученых, компаний, которые могут развивать новые технологии, которые нужны и для космической индустрии, и здесь на Земле. Если поточнее, у нас хорошие специалисты в сфере материальных наук, то есть разрабатывать очень прочные и легкие материалы, в сфере электроники, в сфере даже биологии, в сфере, скажем так, обработки данных, фотографий, которые мы получаем в космосе, использование для электрофермера, для людей, которые могут быть леса и другие имущества. Так что у нас очень конкретные стратегии, упомянутые сферы, в которых мы хотим разрабатывать новые технологии, новые решения. В принципе, в основе, почему вообще страны вкладывают деньги в развитие космических технологий, это в первую очередь, можно сказать, продукты экспорта. Страны через вот эти инвестиции помогают своим ученым, своим компаниям больше экспортировать. То есть это больше такой экономический инструмент. То есть эти деньги вернутся вложенные? Да, вот как вы сказали, 3,5 миллиона евро, которые мы в каждый год вкладываем, как бы вносим в Европейское космическое агентство, как минимум 85% будут возвращаться в Латвию в виде проектов для ученых, где разрабатываются новые технологии, для компаний, которые тоже, скажем, какие-то новые технологии разрабатывают. Но самое главное, что компании, которые даже не связаны напрямую с космической индустрией на данный момент, они тоже смогут участвовать в тендерах Европейского космического агентства, даже по поставке решений в IT-сфере, в сфере даже, может быть, одежды, продовольства и так далее. То есть это огромная организация, которая постоянно что-то закупает, и каждая латвийская компания сможет участвовать в тендерах. Насколько я понимаю, на данный момент в ЛАИК, Латвийскую ассоциацию космической индустрии, входит около 10 компаний. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, потому что есть пример других стран. Например, наши соседи эстонцы, они вносят около 5 миллионов, а в экономику обратно получают раза в 2 больше, а Норвегия в 5 раз больше, чем вкладывает. И это тоже на что мы рассчитываем, чтобы показать нашему обществу, нашей стране, что эти вложения обратно в нашу экономику приходят как минимум 2, даже, может быть, 3 раза больше. Когда полетит первый латвийский космонавт в космос? Когда Латвия, например, будет участвовать в освоении, может быть, Марса? Вот такие проекты возможны? Да, ну вы подняли очень интересную тему, поскольку благодаря тому, что Латвия стала членом Европейского космического агентства, наши все латвийские жители тоже могут участвовать в новом... Вот буквально вчера Европейское космическое агентство объявило о новом призыве астронавтов, которые тоже будут лететь на Луну. Так что наши граждане Латвии сейчас буквально в 31 марте откроется призыв, и они смогут подать заявку на астронавтов. Так что это уже не фантастика, это уже реальность. Ну а там, глядишь, через несколько лет и действительно в список этих возможных европейских космонавтов после долголетнего перерыва войдет и уроженец Латвии, тем более, что развитие космической индустрии, я так понимаю, неизбежно влечет подготовку квалифицированных кадров и развитие науки, и образований, и привлечения в какие-то центры наук молодежи и подростков? Это так происходит? Да, в принципе, каждая страна, которая участвует в разных космических программах, она заинтересована, чтобы у нее было больше умных людей, если так просто выразиться. Чем больше у нас умных людей, тем больше мы можем создавать новые решения в разных сферах, не только в технологических, в разных сферах. И вот космическая отрасль одна из таких, где мы можем мотивировать молодежь, чтобы они выбрали более амбициозные, может быть, в жизни карьеры, такие профессии, где нужно больше учиться, нужно развивать новые сложные решения. Так что я думаю, что то, что мы члены Европейского космического агентства, и то, что у нас есть эта возможность нашим людям стать космонавтами, астронавтами, это все связано. Чем больше у нас будет отраслей развиваться, тем больше у нас будет умных людей, тем больше будет возможность у наших людей тоже лететь в космос. Вы сказали, что 31 марта можно будет подавать заявки, а есть ли какие-то специфические требования, то есть каждый ли может, обязательно ли это должны быть, условно говоря, летчики военные, или это могут быть гражданские лица, которые бы просто хотели принять участие в этом проекте? Да, хороший вопрос. Это в этом году Европейское космическое агентство, буквально вчера была пресс-конференция, где они рассказывали, какие эти критерии будут. Кому интересно, можно в интернете, наверное, найти видео. В принципе, в этом созыве или отборе космическое агентство очень хочет видеть как можно больше гражданских людей. Если до этого это были большинство пилоты, армейские пилоты, то сейчас более ищут таких людей, которые, скажем так, из сферы инженеры или ученые. То есть более гражданские такие лица. Ну, конечно, есть критерии. В первую очередь, претенденты должны иметь высшее образование и как минимум три года опыта в своей сфере деятельности. Они должны тоже иметь очень хорошее здоровье. При заявке они должны дать сертификат здоровья, который проходят пилоты. По-моему, называется сертификат здоровья второго класса. И потом еще очень много таких дополнительных критерий, где претенденты должны показать, что они, может быть, участвовали в каких-то научных экспедициях, что они очень хорошо себя ведут в критических или таких сложных ситуациях. То есть очень много должны люди показать свою готовность психологически работать в сложных ситуациях. Ну вот, так что более подробно, что спрашивается, мы увидим 31 февраля то, что действительно спрашивается, то, что я могу сказать только то, что те критерии, которые были 10 лет или даже 11 лет назад, когда был предыдущий отбор. – 31 марта, наверное, вы имели в виду. – Да, 31 марта, да. – Несмотря на то, что речь идет о космосе, о космических технологиях, полетах и так далее, в общем-то, эта индустрия помогает решать и сугубо земные задачи. И один из примеров – это один из членов, а мы сейчас разговариваем с Паулсом Ирбеншем, председателем Совета Латвийской Ассоциации Космической Индустрии. Так вот, одним из членов этой ассоциации является консультативный центр лесовладельцев, который, в общем-то, тоже заказал определенные решения проблемы, а именно мониторинг состояния лесов и учет популяции диких животных. Господин Ирбенш, вы могли бы привести еще какой-нибудь интересный пример, как космические технологии помогают решать такие практические вопросы на Земле, приземленные? Да, да. Ну, одна у нас очень сильная сфера – это разработки новых материалов. У нас ученые, которые разрабатывают материалы для космических ракет. Прочные, но легкие материалы. И вот такие материалы, они, если мы посмотрим, они не только в ракетах важны, они важны в машинах, в самолетах и так далее. Есть у нас компании, которые разрабатывают очень точную электронику и оптику. скажем, Эрды Альфа, которые нужны. У нас есть в ассоциации компания, которая, Балтик Саентифик, инструменты, они разрабатывают датчики для радиоакционных материалов, чтобы узнать. И они не только космосе нужны, но в первую очередь они здесь на Земле используются. У нас есть компания Алатерм, которая разрабатывает разные насосы. И эти насосы, их основной бизнес, но они тоже разрабатывают. Вот скажем, что интересно, компания Алатерм, она собирается разрабатывать топливный насос для лунной орбитальной станции, который будет такой критический элемент. То у нас таких компаний и организаций довольно много. Даже вот тоже компания из Венспилса, не компания, а институт, который связан с радиосвязями. Вот могу, еще-еще могу называть. На самом деле этот перечень, этот список вызывает гордость и восхищение. Так что будем ждать. Не упомянула компания Ивентех. Они разрабатывают самые точные таймеры в мире. По-моему, там таймеры или часы, которые могут измерять наносекунды. У них эти технологии установлены почти на каждом на каждом сателлите, не сателлите, а спутники, да? Спутники, да. Разные. Ну это круто же. Живем и не знаем, что вокруг происходит. А есть ли какое-то сотрудничество Европейского космического агентства с другими подобными организациями, условно говоря, и частными, включая Илона Маска с его компанией? На данный момент Европейское космическое агентство очень тесно работает с Роскосмосом, поскольку большинство европейских космонавтов и астронавтов летят на Союзах. Но с частными компаниями пока сотрудничества нет. Хотя, конечно, Европейское космическое агентство смотрит на возможность тоже использовать такие частные компании. Но на данный момент таких конкретных планов нет. Спасибо большое. Хорошо, огромное спасибо. С нами на связи был Паул Сирбинш, председатель Совета ЛАИК, это Латвийская ассоциация космической индустрии. Сегодня в 10 часов произойдет презентация латвийской космической концепции, стратегии 2021-2027. Интересная тема. Мы благодарим Паул Са за перечень вот этих вот достижений латвийских компаний. Действительно интересно. И я вчера покопался, слушайте, но наш вклад в космос смешно звучит. Снег убрать не можем, зато бороздим просторы. Причем начали давным-давно, еще там сегодня упоминалось несколько раз это советское время. Латвийские ученые приложили руку к разработке и первого искусственного спутника Земли, и первого космического аппарата для запуска человека на орбиту Восток-1, и для Бурана, и целый завод Альфа работал на космос. В конце концов, уроженцами Риги были Келдыш и Цандер. Цандер вообще, будучи еще студентом рижского политеха, рассчитал траекторию полета на Марс. То есть, Латвию с космосом связывают тесные космические вот эти вот связи. Ну, а в следующем часе мы поговорим тоже о проблемах, может быть, не космического, но нашего земного масштаба, о том, как Латвия и Великобритания могут сотрудничать, помогать друг другу в сфере экологии. Также мы поговорим об изменениях на автомобильном рынке, которые произошли во время пандемии. Ультра на балконе Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...